Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов сегодня держал ответ перед депутатами за проделанную в прошлом году работу. Он рассказал, каким сферам уделили наибольшее внимание. Так, чаще всего властям приходилось решать проблемы ЖКХ, а также градостроительные и социальные вопросы. Тему продолжит Елена Иваницкая. Ремонт домов и дворов, состояние дорог, места в детских садах на эти и другие темы. Глава Красноярска Эдхам Акбулатов сегодня общался с депутатами. В стенах горсовета он выступил с ежегодным отчетом о деятельности администрации, который хоть и был традиционным, однако впервые в этом году построен на основании обращений граждан и мер, предпринятых властями для изменения ситуации. Такой подход будут практиковать и впредь, отмечает Эдхам Акбулатов. Ведь именно обращения красноярцев выявляют наиболее острые проблемы. И здесь по-прежнему лидируют вопросы ЖКХ почти 40%. Горожане сообщали о некачественном предоставлении услуг, последствиях коммунальных аварий и неблагоустроенных дворах. Одной из самых острых тем оставалась тема взаимодействия с управляющими компаниями, взаимодействия жителей с управляющими компаниями, которые, управляющие компании, зачастую относятся к содержанию общедомового имущества как личной вочине. Для решения коммунальных проблем искали новые формы организации работы и контроля. В частности, были созданы общественный совет по ЖКХ и отдел муниципального контроля. Большое внимание уделялось и градостроительным вопросам, переселению из аварийного жилья и сносу незаконно установленных ларьков. Много вопросов было связано с комплексным развитием территории Красноярска и, пожалуй, еще больше с местами в детских садах. Нам глава города рассказал о том, что эта очередь снизилась вдвое. И рассказал о путях решения в ближайшей перспективе этой проблемы. Мы понимаем, что проблема не решается так, как хотелось бы всем Красноярцам, но тем не менее очередь снижается. Приоритетом в прошлом году было и выстраивание системы контроля за работой подрядных организаций. Опробовали ее при строительстве дороги Тотмина-Высотная. Красноярцы эксперимент посчитали удачным. И теперь такую систему будут применять во всем городе. Доклад был достаточно полный. На вопросы регламентом отведено было 15 минут, а мы продержали главу города 37 минут на трибуне. И, откровенно говоря, я видел, что на большинство вопросов даны те ответы, которые удовлетворили депутатов той стадии решения, которая имеет место быть. Важно отметили депутаты, что Эдхам Акбулатов не просто отчитался за прошлый год. Он также обозначил главные задачи на перспективу. Те направления, по которым должна работать администрация города, это то, о чем говорят горожане. Поэтому это, опять-таки, вопросы ЖКХ, строительства и ремонта дорог, вопросы, касающиеся общественного транспорта, градостроительства, развития сети, учреждений, социальной сферы. Нам еще многое предстоит сделать. В приоритете на текущий год остается и повышение дисциплины и ответственности должностных лиц. И в первую очередь, подчеркнул мэр, власть должна отвечать перед горожанами. Елена Иваницкая, Николай Островский, Новости.